друзья всем привет не забываем подписываться на телеграм-канал ссылка под видео ну давайте разберем даже не знаю как назвать феянорд шахтер ну начнем наверное с тактики я еще такого не видел чтобы вратарь голкипер трубин дошел с мячом к линии с первых секунд сразу же не с первых минут с первых секунд на первой секунде шел с мячом останавливался на линии штрафной потом шел обратно наступал на мяч потом шел обратно потом опять вот этот классный выход из обороны в атаку да когда все за сердце хватаются то что друг другу суют ну и пешочком что еще можно отметить я голы наверное не буду тут перечислять не потому что их там 7 потому что в принципе они все одинаковые и ошибки тоже одинаковые сразу же отмечу те кто падал джурасик честно говоря так и не понял до сих пор сижу думаю что за подкат делал спиной когда в руку попал конопля 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 какая разница я не знаю как вот так вот спиной рука левая нога почему не лицом ну в общем новый подкат увидел кто судаков тоже стал регулировщиком заметили еще чуть травму не получил да когда пока тут рассказывал руками показывал обокрали да еще пришлось фалить вот что еще от нас можно было увидеть перекладина дата судакова опять индивидуальное мастерство чтобы вот так сами что-то разыграли что-то получилось ну наверное пожалуй когда бил зубков это уже второй там я просто тут все вместе потому что у шахтера в принципе ничего не было ну голы вы сами видели первый гол тоже скажу редкостный то что человек один просто пробросил мяч двое куда-то улетели и двое когда уже забивал когда бил поворотом и двое еще и не успели это мы так играем от обороны это на всякий случай что в итоге получилось ну и принципе все такие вот голы одинаковые вот все плассируются смотрят как бьют думают что ну наверное знаете как хоккей иногда разрешают до бросать по воротам и голкипер там все отбивает видимо оборона также думала про трубина я же говорю а что будет если трубин не будет ловить хотя я вообще не считаю что он где-то там виноват а вот вот так вот вот точно так же вот обороняется зинченко плассируется дает разрешает только в его случае который кстати сейчас играет в его случае он просто дает подавать плассируется а в этом в нашем случае до шахтер просто дают бить ну помимо того что еще скользят почему-то вот ну вы уже знаете да чтобы лобановский сделал вот всеми кто скользит думаю что даже в динамо 2 бы не задержались и это на полном серьезе я говорю еще тут же уже не забывать это даже не чемпионат это еврокубки безволие и вот как вот мы хотели атаковать я все еще к тактике до обращаюсь как вот мы должны были атаковать если мы пешком выходили из атаки и за да из обороны в атаку вот как вот делать контратаки никак а вот если бы просто лупили вперед там борьба до трори там да какая разница кто там рядом до подборы кто-то выиграл не выиграл бежим уже туда вот это может быть контратака она случайно не случайная подборы не подборы выиграл борьбу или нет но это уже контратака могла быть что делали мы как мы выходили из обороны в атаку опять ттд видимо всех больше набрал уже наверное вы тоже понимаете да когда вратарь больше всех ттд подбирая набирает значит все играют через вратаря значит их поддавливают или прессингуют ну и потом уже я думаю после первого тайма да тут уже к 30 минуте можно было уже и не прессинговать и не накрывать вот так вот мы пешком опять же пешком выходим из обороны в атаку это уже нам когда начали позволять и как вот сыграть быстро в атаку я уже даже придумал новое это выражение ну черепаха даже успеет накрыть аватар тут бесился вот пока вот там пешком не торопясь несколько касаний туда-обратно вроде как и переводят да с фланга на фланг но только не диагональ а вот через пасек и все так это не торопясь и еще при том что уже проигрывали и все равно не торопились или можно даже потравить зато все были за линии мяча ну вот вот просто вот простой вопрос а вот вам всем кто смотрит и задает вопросы в instagram youtube telegram тут куда угодно обращайтесь вот я на все буду отвечать простой вопрос вот что за тактика была от ее вечер вот ее как-то можно назвать вот кто-то может придумать хотя бы название вот как вот мы играли а можно принципе так и назвать а как мы играли мне кажется вопрос как раз что где когда и не отгадают не ну цыганику можно задать вопросом все отгадывает вот вам и вот просто да говорит сейчас уже не свалишь точно на кривбас потому что уже интервью дал все готовы все порядке игра будет тяжелая игра я думал тоже что руху будет намного проще принимать шахтер уже до такой 18 тур а где устали то пешком ходили потом замены и в итоге мы там не добегали вот что получилось мы играем от обороны в обороне мы плассируемся не успеваем да там хотя бы как-то мешать там же сколько два или три гола из точки в точку до забили причем красивые такие же как вот пробил судаков да точно такой же гол забил кто там забиваешь и не помню даже бакшили и дрисей ну там разницы нет а потому что я говорю голы все одинаковые мы все в защите но никто не успевает накрыть или ногу подставить некоторые вообще отворачивались но еще мячом никого не убивали есть уже такое выражение причем он давно и вот лишь говорю тут вот это вот игра просто много вопросов и ответов на них нет потому что шахтер пришли уже привык так играть пешком команда проигрывает и все равно никуда не спешим да но обычно все бросаешь начинаешь рисковать начинаешь хотя бы бить вперед бей беги это уже иногда если она проходит это уже контратака ну вот забили гол это как забили со своей зоны то матвиенко да какая разница кто махнул на келси убежал и забил ну вратарю понятно неприятно потому что ну любят люди на ноль стоять особенно когда все дается ударов практически нет вот по сути одна перекладина и 2 от зубкова это там с фланга ближний там трудно было вот 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 такой вот разбор падали пласировались и все залетало делали что хотели и вот опять простой вопрос где у вот вот команда где устала вот в каком месте может знаете какой-то отрезок там вот там с 50 там например до 60 до что-то там получалось или контролировали мяч вот на каком вот каком месте мы там где-то что-то какой отрезок да мы что-то пытались сделать но самый главный вопрос это как делать контратаки если мы не спешим ну согласитесь сложновато когда команда отходит даже не отходит отползает до к своим воротам и все успевает перестраиваться пока тут мы пасуемся ну и вот вот как вот тут еще и как-то вот критиковать нашу команду тут просто вопросы на которые не нужны ответы я говорил вот этого тактика трусливая она не приведет ни к чему хорошему это не я придумал и мы же сами начали вот с этого же мы показали уверенность с первых секунд у нас уже набрал я не знаю сколько техника тактических действий где-то штук пять наверное трубин но и самое интересное для вот этих вот которых я обожаю подтрунивать ничего вот реально я не цыганику никому не желаю ничего такого плохого как вот некоторые пытаются думать что это тут ненавижу кого-то да не просто подтруниваю их чтобы они хоть понимали и сами себя не плавили и не позорили считаем контроль мяча инициативой владел шахтер 65 чтобы вы понимали ну или там 63 на 30 там 7 8 ну или 35 мы контролировали мяч больше чем фенорд я же говорю я не случайно придумаю вот эти вот названия нам фенорд разрешил контролировать мяч мы контролировали даже когда уже проигрывали и 1 0 и 2 0 мы контролировали в своей зоне они уже и перестали сразу же какой вот 22 минуте ну тут 24 еще тут же бондаре еще бондаренко могли еще удалить если мы там не помним да ну про удаление тут уже все равно пожалел я уже вот эти мелочи не хочу просто тут я беру самое основное потому что тут ну этот забил этот забил как забил причем все одинаковое разбирать не приходится вот 22 минуте мы уже все сделали так чтобы команда фенорд или слот ну если слот то естественно фенорд уже думал об аяксе ну ладно я придумал там историю что показали левченко с семьей я предлагаю на них свалить все так же как вот динамо ингульцу проиграла да ветер виноват вот здесь тоже я думаю что не фартовый женька левченко вот и все вот так вот мы поиграем поиграли и вот самое то интересное сейчас никто же не скажет что так там шахтер далеко зашел до в лиги европы никто не скажет все будут вспоминать вот эту безвольную игру но и самое главное безвольно это уже даже но я даже вот на это внимание не обращаю как мы хотели обыграть вот с такой тактикой а эта тактика у нас в чемпионате у шахтера она приносит я уже не раз говорил еще не знаю даже когда сколько лет назад 100 может быть я всегда говорил что надо смотреть на тактику правильно играют или нет а у нас как получается это же придумал не я победители не судят а я как раз победителей сужу что делают потому что у нас обыграл все забыли пешком ползком да вот набили ну все классно что у нас я вичевич классная победа побольше бы таких а чё классного люди сами себе забивают а что вы делаете тут классно надо только говорить не о том что мы забили до 7 металлюсты 1925 классно только то что травму никто не получил следующая игра серьезная с фейнордом вот что классно а не то классно что тут 7 набили ли торбу набили а выводов никаких не сделали вот где надо разбирать я же говорю победителей надо всегда разбирать что делают когда проигрывают когда выигрывают что делал судаков по сути делал то же самое что можно было сделать еще минуту назад просто тащил 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 мяч рисковал и это так все мыши забороны вот так вы же видели как выходили все с давлением или с аритмией давайте так да ну кто-то был уверен что вот сейчас вот он точно там отдаст своему тот тому тот тому диагонали побежали каждому кому отдавалось во-первых не спешили вот это вот фишечка тоже игроков не буду говорить только из шахтера во многих командах такая вот фишечка сначала сделает 500 касаний и потом через полчаса делает то же самое отдает туда же пас что можно сделать еще полчаса назад и вот за этим надо следить потому у нас и говорят некоторые люди которые не понимают но у нас сильных соперников нет потому нам и тяжело играть еврокубках да в том-то и дело что надо смотреть кто правильно играет со слабыми а кто нет вот и все и заставлять их правильно играть они так пробежал пять метров туда потом пошел пешком обратно ну вы посмотрите начало просто вот трубину отдали чё думал я не вот честно чего у него в голове было я обычно знаю что в голове у футболистов просто идет с мячом раз наступил на линии штрафной пошел обратно это мы так вот время тянем атакуем выходим из обороны в атаку ребят ну ну сами вот сразу же вот просто даже не сказали а показали что вы давайте атакуйте а мы тут будем играть как получится и тянуть время ну и вы сами видели как мы тянули и как мы выходили из обороны в атаку вот такой грустный разбор я говорю что в шахтер скорее всего проиграет ну я даже и нисколько и не радуюсь тут как раз вот радоваться надо и вот в этом вот в этой ситуации ювичевичу это если он хочет чтобы шахтер играл по-другому и лучше и правильно а не так а мы там сейчас что-нибудь придумает мне очень интересно почему я всегда слежу что говорят тренеры насколько они грамотные насколько они изворотливые что придумает вот что сейчас придумаешь вот я у меня вот все вопросы были я вам даже ничего не рассказывал как надо что делать вот куча вопросов пусть ответит хоть на один как обыграть фея норд когда вратарь ходит туда-сюда с мячом еще наступает и стоит и потом обратно делает то же самое ответьте мне на этот вопрос вот такой грустный разбор ребята я должен смотреть спортинг точнее арсенал спортинг тоже думаю что ну должен арсенал проходить но спортинг не такой-то и приятная скорее всего и тяжелый мне кажется для арсенала посмотрим сейчас может кто-то забьет что-то и начнется всем пока до свидания не болейте